Северный морской путь Со своей стороны, вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что в настоящий момент объем перевозок по Северному морскому пути немного превышает 4 миллиона тонн в год. Потенциал за период в 15 лет более 80 миллионов тонн в год, сказал Дворкович. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что на протяжении Северного морского пути находится 17 портов, как действующих, так и восстанавливающихся. Нам нужно посчитать перспективные объемы грузопотока. Пока мы понимаем, что у нас будет по загрузке Севморпути из Ямал-СПГ и из месторождений на Карском море. А проводка иностранных судов и караванов – это отдельная тема, которая потребует отдельной рекламной кампании. По словам Рогозина, этот вопрос планируется обсудить с китайскими коллегами на Харбинском экспо в октябре, а также на других международных площадках. В этом сезоне Арктику посетят более тысячи туристов. Все турпутевки уже проданы. Новый туристический сезон на землю Франца Иосифа можно считать открытым. Первые туристы отправились в Арктику на атомном ледоколе «50 лет победы». В летнем сезоне этого года с июня по август, когда погодные условия наиболее благоприятны, на территории федерального заказника земля Франца Иосифа ожидается заход десяти круизов. Семь на ледоколе «50 лет победы» и три на круизном судне «Сиспирит» со Шпицбергеном. По сравнению с прошлым годом, количество арктических туристов в этом году значительно увеличилось. За сезон Арктику посетят более тысячи туристов. Стоимость тура самая разная – от 7 тысяч долларов до 25 тысяч. В среднем одно судно вмещает более 100 человек. Арктический туризм становится все больше популярным. В летний сезон прошлого года русскую Арктику посетили туристы из более чем 30 стран. 30% от этого количества составили граждане Китайской Народной Республики. Доля россиян пока не превышает 15%. Отмечу, всего Арктика включает в себя 192 острова вулканического происхождения, покрытых на 85% ледниками. России нужно не менее 10 дизель-электрических ледоколов, оценил замглавы правительства России Дмитрий Рогозин. Об этом он заявил в ходе совещания премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами. Рогозин пояснил, что для реализации проекта «Ямал-СПГ» нужны мелкосидящие ледоколы, проект которых разработан ЦБК «Айсберг» и Крыловским государственно-научным центром. Замглавы правительства отметил, что без ледокольного флота вряд ли можно было бы освоить Северный морской путь. В целом, все эти работы системно увязаны. И транспортные структуры, железные дороги, модернизация порта – то, что делают наши военные. Работа сейчас будет организована в рамках Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Госкорпорация «Росатом» предлагает внести «Атомфлот» в список стратегических предприятий, следует из проекта УК, запубликованного на едином портале раскрытия информации о подготовке проектов нормативных актов. Как говорится в пояснительной записке, расчет показателя долговой нагрузки на предприятие показывает невозможность «Атомфлота» самостоятельно погасить имеющиеся обязательства в период 2015-2026 годы. После включения «Атомфлота» в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный указом президента России в августе 2004 года, предприятие сможет обратиться за получением льгот по банковским кредитам, субсидированием процентной ставки по ним, а также за государственными гарантиями. На сегодняшний день в эксплуатации «Атомфлота» находятся четыре атомных ледокола «Ямал», «50 лет победы», «Таймыр» и «Вайгач». Поголовье оленей в сельскохозяйственном кооперативе в поселке Бугрино на острове Колгуев, где два года назад выпасалось 8 тысяч оленей, сейчас насчитывает 150 особей. Оценку финансово-хозяйственного состояния дел в СПК Колгуев и перспектив его финансового оздоровления дали представители Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Неницкого округа. В ходе рабочей поездки в поселок Бугрино, часть имущества будет продана Северожилкомсервис, чтобы избежать банкротства кооператива. В случае, если средства окружного бюджета будут направлены на возрождение отрасли на острове, руководству региона необходима уверенность в их эффективном использовании. Для этого должно быть принято управленческое решение по форме собственности предприятия, согласованное с членами СПК. На июль намечены очередные консультации с представителями окружных властей, в ходе которых оленеводы представят свое видение развития отрасли. В качестве альтернативного оленеводства занятости населения на сегодняшний день предлагается организация в поселке прибрежного лова рыбы. Население поселка Бугрино на острове Колгуев, который расположен в Северном Ледовитом океане, в 80 километрах от континента, составляет менее тысячи человек. Площадь острова – 3500 квадратных километров. На этой территории на начало прошлого года выпасалось более 8 тысяч оленей. В прошлой и позапрошлой весной был зафиксирован массовый падеж животных. Балтийский завод судостроения планирует приступить к швартовным испытаниям плавучего энергоблока атомной электростанции «Академик Ломоносов» не позже августа 2015 года. Швартовные испытания плавучего энергоблока планируются начать в июле-августе. В данный момент строительство «Академика Ломоносова» идет в соответствии с графиком. Энергоблок будет осенью 2016 года передан заказчику-концерну «Росэнергоатом». «Академик Ломоносов» – главной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности, предназначенных для энергообеспечения крупных промышленных предприятий, портовых городов, а также комплексов по добыче и переработке нефти и газа на шельфе морей. Энергоблок создается на основе энергетической установки атомных ледоколов, проверенной в течение длительной эксплуатации в Арктике. Биологи Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН из города Лабытнанги начали летний полевой сезон. Ученые продолжили работу по изучению популяции кречета – вида соколов, занесенных в Красную книгу. В начале июня они вновь посетили гнезда птиц на Южном Ямале, которые были найдены в апреле этого года. В одном из гнезд находился один птенец, во втором было три птенца, а одно из гнезд оказалось пустым. От птенцов кречета были взяты образцы крови для генетического анализа. Помимо этого, в районе долговременной площадки мониторинга ХАРП начат учет численности мышевидных грызунов. Фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» стал отправной точкой проекта по возрождению Тереберки. Это село на краю земли никому из современников неизвестно, а символ разрухи и безысходности в фильме сегодня привлекает к себе внимание деятельных и молодых людей. Местные жители хотят наладить в Тереберке рыболовство. Прежде туристы устроить курсы по выживанию в условиях заполярьем. Поселок может растрясти, и главное тут – довести идею до конца. Сегодня уже создается краудфандинговый проект «Превратим Тереберку в райское местечко». Собираются деньги, создается общественный комитет преобразования поселка. Там устраивается кинофестиваль, строится гостиница, морской прибрежный ресторанчик с местными морепродуктами, акваферма разводит мидии, создается рыбацкая артель. Поселок расцветает и становится примером того, как инфоповод, даже отрицательный, становится точкой роста в современной России. Команда Новой Тереберки уже съездила в село познакомиться с местными. Узнали у них самих, что нужно сделать и чего не хватает в первую очередь. Заодно сняли небольшой документальный фильм. В нем альтернативная – фильм «Узвягинца в реальности». Жителям прославившегося села не все равно, что будет дальше. Обещают, что скоро он выйдет на экраны. Республика Карелия предлагает включить три своих района в арктическую зону Российской Федерации. Хождение позволит максимально использовать их экономический и природный потенциал. По словам главы региона, Карелия не была включена в арктическую зону во времена Советского Союза. При этом, находясь на арктической территории, половина Карелии относится к территории Крайнего Севера. Объективно, три района республики – Лоувский, Кемский и Беломорский – могут войти в арктическую зону, и ее граница будет изменена. Это позволит включить эти районы в федеральную целевую программу по развитию Арктики, максимально использовать их экономический и природный потенциал, развивать территории. Северные районы республики депрессивны и имеют маленькую плотность населения, а крупные производства там сложно создавать, так как существует недостаток трудовых ресурсов из-за оттока людей. Практика показывает, что подобные территории получают серьезную поддержку со стороны государства для их развития.